28 июля в результате боевых действий, начатых находящимися на армянской территории подразделениями ВС Азербайджана, погибли трое армянских военнослужащих. Старший лейтенант Айк Геворкян, рядовой Курюна Рутюнян и рядовой Давид Кочарян. Следственный комитет Армении сообщил о ранении пятерых военнослужащих. Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты и выражает поддержку членам семей, родственникам и сослужившим погибших военнослужащих, отмечается в сообщении Минобороны. Азербайджан, в свою очередь, сообщил о двоих раненых. В ответ на применение Азербайджаном силы против территориальной целостности Армении, Ереван в соответствии с международным правом использует весь свой военно-политический инструментарий. Об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Республики Армения. Строго осуждаем военные действия азербайджанской стороны, направленные против мира и безопасности в регионе. Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана, говорится в заявлении. Арбянская сторона при посредничестве России согласилась прекратить огонь. Об этом Фактор ТВ сообщили в пресс-службе МИД Армении. Отметим, что по данным защитника прав человека, по состоянию на 10.30 утра противник вел огонь в направлении шести сел Гегар-Кунника. Согласно азербайджанским источникам, в Баку также приняли предложение России о прекращении огня на границе с Арменией. Губернатор Гегар-Кунникской области Генел Саносян сообщил, что солдат, считающийся пропавшим без вести после ночных боев, был найден раненым. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. 28 июля начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян принял военных атташе зарубежных посольств, аккредитованных в Армении. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Армении, на встрече была представлена информация о военных действиях, начатых вооруженными силами Азербайджана с раннего утра 28 июля на армяно-азербайджанской границе в направлении Вериншоржа. Было отмечено, что всю ответственность за обострение ситуации и дальнейшую дестабилизацию несет азербайджанская сторона. Пакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова огласил приговор армянским военнопленным Давиду Давтяну и Геверку Суджану. Они приговорены к 15 годам лишения свободы. Первые пять лет заключения армянские военнопленные проведут в тюрьме, остальные годы в исполнительной колонии строгого режима. Азербайджан судит пленных по сфабрикованным обвинениям, несмотря на пункт об обмене в заявлении от 10 ноября и требованиям мирового сообщества. 16 сентября 2021 года Армения примет председательство в ОДКБ. Об этом заявил председатель постоянной комиссии национального собрания по внешним связям Рубен Рубинян. 16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ со всеми вытекающими из этого последствиями. «Мы считаем, что ОДКБ должна адекватно отреагировать на данную ситуацию, так как это обязанность ОДКБ», – сказал Рубинян. На вопрос, обратится ли Армения в Альянс еще раз, Рубинян ответил, что процесс еще продолжается. Российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в сопредельном Афганистане. Как пишет ТАСС, об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. «201-я база для того тут и существует, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе одного из членов ОДКБ и Центральной Азии», – сказал министр обороны России. На 51-й международной олимпиаде по физике армянские школьники завоевали четыре медали – одну золотую, две серебряных и одну бронзовую. Армянскую команду на олимпиаде, организованной Литвой, представляли четыре учащихся 12-го класса. Арташис Гелюциан, Рубен Караханян и Акоп Чахоян из специальной физико-математической школы Шагиняна и Давид Гюлиамирян из гимназии Квант.